Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, снова стритстайл, снова я нахожусь в центре падаю. И сразу хочу сказать, что для меня это стритстайл снова светлого пальто из светлых образов. Я обратила внимание, уже много раз об этом сказала, что я сама и многие-многие подаванцы, по всей видимости, устали от затяжной зимы, хотя в этот раз она нас побаловала солнечными днями. Было настолько тепло, что многие не смогли даже выехать покататься на лыжах. Но несмотря на то, что все-таки не прохладно, не прохладно, это совершенно точно, и солнечно, что не может не радовать, все-таки устали, я чувствую эту усталость от зимы, устали итальянки, я сама тоже устала от зимы. И могу сказать, что когда нет сил наряжаться, не хочется наряжаться, но желание выглядеть хорошо все-таки есть, могу посоветовать, потому что подсмотрела прямо-таки на свои стритстайлеры, что вот такие светлые компоновки, компоновки, где светлые цвета превалируют, либо есть хотя бы что-то одно, это может быть светлый пуховик, это может быть светлое пальто, либо это могут быть белые брюки, либо светло-бежевые брюки. Когда есть что-то светлое, либо полностью лук закомпонован в светлых цветах, это, кстати, не всегда светло-бежевые, либо светло-серые цвета могут быть, это могут быть светлые цвета, допустим, вся гамма оливкового цвета. Я обратила внимание, что также очень хорошо смотрятся припыленные, состаренные розовые цвета. Вот все, что мы могли бы назвать светлым и, возможно, даже неуместным на фоне белого снега, на фоне слякотного снега во многих городах, это хорошо смотрится. Это смотрится очень свежо. Я много раз рассказывала, как я снимаю свой стрит-стайл. Фактически, я выхватываю образы. Я, прежде всего, вижу силуэт, как, например, в данном случае. Это, безусловно, красивый, привлекающий силуэт. Вот здесь мы видим шляпу, необычное пальто. Эту многослойность я тоже вижу уже при движении, потому что на пальто было наброшено нечто вроде шали, либо палантина. Но я также вижу цвет. Вот, например, это сочетание тоже его можно назвать светлым. Это светло-коричневые оттенки. Это оттенки цвета светлого какао. Какао с молоком, наверное, можно так же сказать. Цвет кофе с молоком, где, как я люблю говорить, больше молока, чем кофе. Могу сказать, что все эти светлые образы привлекают внимание. Кстати, это снова пример, снова пример силуэтного образа, на который ты обращаешь внимание. Но, конечно же, когда пасмурно, либо когда вот-вот вышло солнце, светлые образы очень обращают на себя внимание. Пользуйтесь этим, потому что, по большому счету, мы можем иметь ту же самую одежду, то же самое пальто, брюки, обувь, перчатки, шляпы, все что угодно. Но, если мы будем обращать внимание и, возможно, собирать наши образы, либо компоновать наш будущий гардероб, закладываясь на светлые цвета, чтобы они преобладали, безусловно, если погода вокруг и чистота города позволяют такую одежду иметь и носить ее комфортно, могу сказать, что это очень-очень хороший способ, что называется, особо не утруждаясь, выглядеть действительно на все 100. Я знаю, что многим сложно завязывать шарф или палантин. Если это действительно так, попробуйте вот такой трюк интересный. Вы это делаете в машине, вы это делаете, возможно, в лифте, что называется, на бегу. Кстати, вот еще один интересный способ завязывать шарф петлей. Но, если все-таки вы предпочитаете смотреть на себя в зеркало и видеть, что у вас происходит, пожалуйста, завяжите, а потом просто руками отодвиньте ваш шарф, либо палантин, либо, как в данном случае, платок. И стоит привыкнуть к мысли о том, что даже если у нас плохо получилось завязать шарф, палантин, либо что бы то ни было, все это само ляжет естественно и хорошо, когда мы начнем двигаться. Вот буквально несколько шагов и все будет так, как нужно. Ну что ж, это витрина, это витрина сейла, это витрина снова Max Marrow Weekend. Мне понравилось пальто, я вообще очень полюбила пальто. Мне нравится пальто с широкими брюками, не знаю, решусь ли я на широкие брюки. Скорее всего, нет. Я очень люблю скини и я очень люблю узкие варианты брюк, укороченные. Но если вам нравятся такие брюки, то сейчас самое время пополнить свой гардероб такими брюками, либо достать и носить их, потому что это смотрится мега актуально. И широкие брюки, они на самом деле подходят под любую верхнюю одежду. Я не видела ни одной неудачной компоновки с широкими брюками удлиненными, прямо-таки до пола в пол, либо укороченными. Эта витрина мне не очень понравилась. Единственное, что вот пальто всех возможных фантазийных, как я говорю, принтов, оттенков, цветов и так далее, меня, конечно же, очень-очень радует. Вот на итальянках я вижу очень часто пальто в клетку. Для меня это, что называется, too much. Я люблю прям-таки очень-очень спокойные, выверенные образы. Но, тем не менее, могу, конечно же, сказать, что это очень-очень красиво смотрится на улицах любого города. И здесь я хотела обратить внимание также на то, что кожаная верхняя одежда, неважно, что мы имеем, укороченную верхнюю одежду, либо удлиненную, это может быть куртка-косуха, мотоциклетная куртка, байкер знаменитый, либо бомбер, либо пальто, либо тренч кожаный. Все это прекрасно смотрится, когда нижним слоем одежды мы имеем шелк. Шелковую блузку, либо шелковую рубашку, либо просто шелковую блузу, скровенную по типу простой белой футболки с длинным рукавом, либо с коротким. Свои кожаные куртки-бомберы, либо косухи я люблю носить именно с шелковыми блузами. Это смотрится неожиданно хорошо и красиво. А здесь хочу показать вам мою любимую юбку-резинку. Это юбка из плотного трикотажа, на мой взгляд, она подходит любому возрасту и любой фигуре, потому что она, что называется, ложится так, как должна. На этой юбке, как правило, не имеется никаких выточек. Она настолько плотная, что позволяет действительно хорошо материалу ложиться по фигуре, не выдавая, не обнажая то, что мы зачастую не хотим, чтобы выдавалось и обнажалось. Но при этом такой обтягивающий и часто даже утягивающий материал, он действительно идеально ложится, сохраняя нам узость, например, под коленом, которую очень трудно сохранить, если мы надеваем юбку-карандаш, которая скроена, даже если очень хорошо скроена, со всеми нужными выточками, которые попадают туда, где они должны находиться, все-таки узость под коленом желательно, на мой взгляд, сохранять максимально. И юбки-резинки, которые, кстати, очень сложно встретить в продаже, нам всем в помощь. Давайте я немного прокомментирую, как я сегодня оделась. На самом деле все достаточно просто, потому что холодно на улице, я всегда мерзну. У меня свитер с горлом, который я крайне редко надеваю, прежде всего, потому что, ну, не люблю я горло, я не люблю ощущение, что что-то, что-то сдавливает мне шею. Но, как вы видите, у меня пальто, у меня тонкое бесподкладочное пальто, которое я надеваю под шубу. Могу сказать, что это очень хороший способ действительно утеплиться. И у меня брюки сегодня не закатаны, как обычно, а опущены максимально, просто потому что очень холодно на улице. Я, кстати, ищу себе однотонную спортивную кепку, но пока никак не могу найти. Либо мне не подходит тулья, либо мне что-то не подходит. Но именно хочу однотонную, но абсолютно-абсолютно спортивного фасона и плана кепку. Посмотрите, дорогие зрительницы, девушка совсем юная, одета очень-очень спортивно, но у нее уложены волосы. Это отличительный признак стиля итальянок. Они, как правило, всегда укладывают волосы плойкой, либо делают брашинг. Они не ленятся это делать. Их структура волос более жизнеспособна к таким укладкам, более приспособлена. Поэтому они могут себе позволить действительно укладку каждый день. И это совершенно точно. Для меня является то, что отличает именно стиль итальянских женщин и модниц от стиля любых модниц всего мира, в том числе русских. Очень часто мне говорят, я на русские женщины прекрасно одеваются. Я на самом деле не сомневаюсь в том, что они прекрасно одеваются. Очень часто я вижу, очень часто русские стритстайверы попадают в кадр, если я их встречаю. И очень часто действительно русские туристы одет очень-очень здорово. Хорошо, классно, модно и стильно. Но волосы нас, русских женщин, подводят. Нам, конечно же, показано шикарное каре. И зачастую мы его не имеем, потому что наши парикмахеры, российские парикмахеры, воспринимают, наверное, женский образ несколько иначе, чем воспринимаем мы сами себя. И как мы видим, как точнее женщин видят парикмахеры и стилисты всего мира. Очень часто мы имеем действительно слишком-слишком короткие прически, либо настолько измученные волосы, удлиненные все-таки прически, что это все-таки нас не украшает. Я считаю, что самое слабое стильное место, стилистическое место русской модницы, русскоязычной модницы, это как раз-таки не столько ее волосы, сколько ее прическа. Ну и напоследок, прежде чем попрощаться, мне бы хотелось обратить внимание на этот палантин. Возможно, кстати, это шарф, который завязан вот таким интересным образом. Может создаться впечатление, что он находится очень близко к шее, но внимание, он просто высокий этот шарф, он отодвинут. Это тоже очень важно понимать, если мы хотим научиться шарф носить так, чтобы это нас украшало, чтобы не создавало нам эффект ортопедического воротника, чтобы мы не имели желания постоянно прижать подбородок, как будто бы удерживая прежде всего шарф. Пожалуйста, вы должны совершенно четко перед зеркалом посмотрите на себя, почувствовать разницу, когда шарф высокий и он достает до подбородка, и создается впечатление, что он находится близко к шее. Но все-таки, все-таки попробуйте продеть обе руки с внешней стороны под ваш шарф и отодвинуть его. При этом высота шарфа завязанного, либо палантина, который очень объемен, она сохранится. Это будет выглядеть несколько иначе, чем мы плотно примотаем шарф к шее, желая, возможно, не замерзнуть, а, возможно, просто не совсем понимая, как удачно можно расположить шарф на себе. На этом, дорогие зрители, хочу с вами попрощаться, пожелать всем выглядеть прежде всего так, как хочется выглядеть сегодня. Не всегда нам хочется быть наряженными, и не всегда нам хочется быть, что называется, в бомж стайле, в бомж образе. Мы должны уметь чувствовать, что мы хотим здесь и сейчас, и таким образом выглядеть, когда речь идет тем более о такой простой, такой доступной вещи каждому человеку на этой планете, как просто красивая одежда. К счастью, мы живем сейчас в такое время, когда красивая одежда стала доступной большинству людям, большинству модницам на этой планете и модникам также. Увидимся очень скоро. Это была Аняна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok